Прокат по шее Заходом даже на шею Но я не нахожу этот способ довольно-таки удобным Потому что вот это выглядит не очень круто И вероятность его сделать тоже не очень большая Потому что если вы бросили неправильно То скорее всего ничего не выйдет уже Но я нашел новый способ делать этот элемент Примерно так же, как мы делаем это на обычном контактном стаффе То есть непосредственно прокатом по каждому плечу Давайте посмотрим, как это выглядит Еще раз Как видите, теперь у меня есть довольно много времени Чтобы поймать элемент Когда он вылетает И с этого плеча И я захожу на этот элемент слета Так сказать А не кладу веер непосредственно на себе на плечо Что же происходит? Сначала я выкидываю веер Причем не так важно, как именно я его выкину Потому что я все равно буду подстраиваться под него Когда я выкинул веер примерно вот так вот, что он зависает Я должен оставить его покатиться Чтобы оставить его покатиться Нужно просто удавить его Примерно вот в эту точку Если у вас вера такой же конструкции Я делаю это плечом, а точнее вот этим местом Чтобы он покатился, я как бы так подсажусь под него Не подсажусь, а делаю такое вот движение Тем самым заставляя его скатываться все по спине При этом корпус я разворачиваю в эту сторону А после того, как веер покатился Я делаю такое движение Ну я утрирую, но примерно так и происходит И при этом я повышаю корпус и выкидываю веер При этом я разворачиваю так же корпус в ту сторону И когда веер уже примерно здесь Я вот так выкидываю его, чтобы иметь время поймать То есть еще раз медленно Вот так вот, я надеюсь, что это понятно Что касается хвата То, как правило, я использую обычный фронтальный хват Но иногда так же могу это сделать и с обратным хватом Если это удобно Использование этого элемента, в принципе, открывает двери В огромное множество элементов, которые могут быть сделаны Используя эту фишку Например, такой каскад из элементов, которые следят один за одним Но, как видите, все заборо Здесь немаловажную роль играет также, какая именно у вас конструкция веера Если у вас веера сделана вот так, как у меня специально для такой штуки То это намного проще Если у вас веера сделана как-то вот так То это не так интересно Но это тоже возможно То есть вы просто... у вас прокат будет не... Центр будет не здесь А вот именно в одном из соединений Таким образом, что у вас веер придется вот так вот Не вот так, а как-то вот так вот Но, в принципе, это не меняется, честно, дело Что касается момента, когда я ловлю веер Как правило, я делаю это вот таким вот захватом Вот всей плоскости примерно, где находится веер Часто я как-то вот так вот делаю Веер у меня скальзывает на пальцы, скальзывает до кольца И дальше скальзывает на пол Дальше скальзывает на кольцо Вот так вот Поэтому, но... То есть я не ловлю непосредственно вот так вот Как бы за кольцо Это очень сложно Много легче поймать вот примерно за спицы И я наблюдаю, что правила игры таковы Что нет комментов, нет видосов Поэтому я предлагаю всем оставлять комментарии под видео И если у вас есть какой-то элемент, который вам непонятен И вы бы хотели, чтобы я его объяснил Вы также можете об этом сообщить И, возможно, я посвящу этому одну из следующих обучалок Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!